Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях генеральный директор Якутского речного порта Радий Васильев. Радий Вениаминович, я вас приветствую. Здравствуйте. Сейчас очень много обсуждается в обществе процесс слияния группы компании «Старвей» и стратегического объекта нашего речного порта. Скажите, что даст это слияние? Вообще, мы уже говорили и официальную информацию публиковали. Конечно, это будет синергетический эффект. В чем он выражается? Это же объединение не только финансовых ресурсов двух компаний. Группа компаний «Старвей» более расширенный холдинг, с более широким спектром деятельности, с большей финансовой структурой, с финансовыми мощностями. Но и дополнительно приобретая актив, то есть дополнительно приобретаются финансовые мощности. Но самое главное, это даже не финансовые ресурсы, это техническая возможность. И выстраивается логическая нормальная цепочка по перевозке грузов, доставке грузов для нужд республики. Когда начальные и конечные операции и движенческие операции, то есть движение груза по реке, будет оперироваться, контролироваться одним оператором. То есть, грубо говоря, с момента вхождения груза в Власитровский речной порт, до его выхода, выдачи клиенту в Якутском речном порту, все эти операции будут отслеживаться, минимизироваться все процессы, связанные с обработкой этого груза. Соответственно, это уменьшатся накладные расходы, увеличится скорость доставки. Поэтому для наших клиентов, клиентов, которые работали до этого с Оситровским речным портом, они, я думаю, что уже в эту навигацию, которая будет 2018 года, увидят положительный эффект от данных действий. Скажите, а как понимать заявление о том, что Оситровский речной порт получит право косвенно распоряжаться долями? Косвенно, потому что нет прямого владения. По условиям сделки Оситровский речной порт приобрел долю в управляющей компании, холдинговой компании «Кутский речной порт». Это являлось головной компанией холдинга, в которую входили в том числе производственные предприятия. Они стали владельцем холдинговой компании, но доли в уставных капиталах не приобретали в производственных предприятиях. Поэтому формулировка такая есть, что это косвенно. То есть, нет прямого владения, нет прямого управления. То есть, через управляющую компанию. Это в том числе было одно из условий, которое тоже обсуждалось. Мы выдвигали именно это условие с нашей стороны, чтобы не нарушить именно нашу структуру холдинга, которая уже сложилась, которая работает, не нарушить внутреннее взаимодействие между компаниями, чтобы никак это не отразилось на производственных и жизненных процессах предприятий. Именно производственных. Скажите, а насколько была прибыльна деятельность речного порта? Что послужило причиной таких мер? Это не меры, это рынок, это действия. Как предприятие, предприятие может рассматриваться в том числе и как непосредственно предприятие вид деятельности, может также рассматриваться как рыночный объект для сделки, купли-продажи, для слияния. Речной порт всегда работал прибыльно. Если говорить о группе компаний в холдинге, то с момента своего образования, с 2002 года не было убыточных годов. Отдельные предприятия в определенные периоды имели просадку финансовую, показывали отрицательный финансовый результат, но он никогда не был критичным. И больше даже он носил формальный характер на бумаге, то есть это правильность отражения, разнесение тех и иных расходов в определенных периодах, снижение налоговой нагрузки на предприятие. А так, деятельность была прибыльной. Если бы деятельность предприятия была убыточной, но к нему бы не проявляли интерес другие компании, тем более крупные компании, такие как Starway. И сделка прошла под финансированием банка ВТБ, поэтому банк ВТБ один из крупнейших банков, и очень серьезно отслеживает финансовые положения и компании, которая занимает средства для приобретения, и, соответственно, приобретаемого актива, то есть те деньги, которые банк дает, банк имеет гарантию, что они будут возвращаться. Поэтому деятельность была прибыльной всегда. Хотелось бы узнать, как в целом отразится вот это слияние на работу речного порта? Не скажется ли это на навигации как-то, может быть, негативно? Просто мы хотим прояснить нашим зрителям, что вопросов много. Да, принципиально, как я уже сказал, клиенты вообще не увидят никаких изменений. Тарифная политика, как была, так она и остается. Предприятия, непосредственно сам речный порт и предприятия, которые в группу компаний входят, судоходные компании, судоходные компании, будут работать в своем плановом режиме, как это было всегда. Да, также будут заключаться коммерческие договора. Скорее всего, будет организована, наверное, централизованная коммерческая служба. Это как раз вот и связано с тем, чтобы консолидировать, объединить работу и осуществить полный контроль по движению флота, по грузовым операциям, которые происходят в начальном и конечном порту, чтобы все эти процессы ускорить. Ведь кроме этого, группа компаний «Старвей» сегодня, июня месяца, занимается управлением транспортно-логистическим центром в Нижнем Бестяхе. В группу компаний «Старвей» ходят в том числе автотранспортные предприятия, причем не только в республике, а в целом по России очень крупная сеть автотранспортная. Это все как раз связано с тем, что это будет управляться одной коммерческой структурой, будет консолидироваться, уменьшаться накладные расходы, упрощаться процесс обработки, скорость обработки груза. Поэтому на навигации кардинальных изменений никаких не будет. А не кардинальных? Не кардинальных, мы ждем улучшения работы, качества. А на пассажирских перевозках это как-то скажется? Пассажирские перевозки в периметр сделки не вошли. Пассажирские перевозки были выведены из структуры холдинга. В принципе в структуре холдинга они всегда занимали как бы обособленные самостоятельные направления деятельности. Они не связаны ни с деятельностью речного упорта, ни судоходных компаний. То есть если судоходные компании и речный порт, они все равно взаимодействуют между собой, то пассажирские перевозки они всегда были обособлены. Они не относятся ни к грузовому району, терминалу, ни к грузовым перевозкам никак. То есть это самостоятельное юридическое лицо, которое ввело обособленный характер деятельности. В группе компании старой пассажирских перевозок нет, поэтому этот вид бизнеса был выведен из холдинга, он остался. Но на самом деле, если уж коснулись пассажирских перевозок, там есть определенные проблемы, они не связаны с этой сделкой. Эта проблема уже очень долгая. Для примера, в этом году наконец-то наша плодотворная работа с правительством, с Министерством транспорта дала положительный результат. И жители Улусовка, где осуществляется транспортное сообщение по реке, они это почувствовали. Было снижение тарифов. То есть не рост тарифов в этом году, а тарифы снизились. Увеличился пассажиропоток. Что это послужило? Это послужило тому, что правительством было принято решение увеличить размер субсидий. Просто для примера, округленные цифры, в 2016 году размер субсидий на все пассажирские речные перевозки. Там не только мы занимаемся пассажирскими перевозками на Верхней Лене. Лена Турфлот занимается. Было выделено 36 миллионов. В 2017 году 80 миллионов. То есть практически в 2,5 раза. Это дало возможность снизить тариф. Мы увеличили пассажиропоток. Но сегодня эта проблема как раз в том, что на следующий год по прогнозам собираются вернуться к уровню субсидирования 2016 года. Предприятие уже не сможет работать с таком размером субсидий. То есть фактически будет убыточная деятельность. Поэтому сегодня очень плотно ведется работа с Министерством транспорта. И нужно сейчас уже буквально до Нового года все-таки определиться, какой размер субсидий будет. Сможем мы подготовить флот, будем его вводить. Или же мы будем вынуждены вообще остановиться и отказаться от пассажирских перевозок. Но это не коснется, конечно, линии Якутск-Нижний Бесняк. Здесь сообщение. Оно никогда не субсидировалось. То есть эта коммерческая доходная самостоятельная линия, она, конечно, останется работать. А как долго длилась сделка, переговоры и так далее? Много ли было желающих приобрести хозяйствующий спектр? Ну, непосредственно вот сама эта сделка, переговоры велись уже, даже не переговоры, а уже работа велась с августа прошлого года. А начали мы переговоры еще в 2015 году, где-то в октябре или в сентябре месяце. То есть это было предварительное знакомство, предложение о том, что давайте посмотрим какую-то совместную деятельность, в какой форме будем. И вот уже с августа прошлого года велась целенаправленная работа по слиянию группы компаний. То есть обсуждались условия. Почему это так долго? Во-первых, прошел технический, финансовый, полный аудит наших компаний в холдинге и новым владельцам, чтобы понимание, как работает бизнес, что там работает, в каком техническом состоянии находится оборудование, может ли оно работать. Но это и для нас было тоже очень полезно. Мы увидели свои некоторые слабые места. Поэтому вот этот процесс, он очень долгий, ну и плюс согласование всех условий. То есть это все-таки не приобретение даже машины какой-то, бизнес. Это очень сложный механизм, очень много процессов. Поэтому все это долго и все условия тщательно обсуждались. Желающих, конечно, я не скажу, что было много, но были предложения. То есть когда узнали, что мы уже вошли в стадию переговоров по формированию сделки с группой компании «Старвы», были предложения, поступали от Верхнеленского речного пароходства, даже точнее не от него, а от учредителей, которые сегодня являются, там, это лесная корпорация, они были заинтересованы в дополнительном тоннаже флота. Было предложение неофициальное, но разговаривали по телефону, интересовались от трансконтейнера. То есть ЛОРП наш тоже интересовался этой сделкой, тоже проявлял какой-то интерес. Но так сказать, что прямо приближая, тут очередь стояла из желающих, конечно, такого не было. А цена вопроса? Ну, понимаете, что цена вопроса – это коммерческая тайна, поэтому я ее озвучить не могу. Скажите, а куда будут поступать налоги, в Якутск или в Москву? Предприятия, как я сказал, не поменяли, вот и тот момент, что косвенное управление, то есть предприятия не поменяли свой юридический адрес. Производственные предприятия, непосредственно, которые зарабатывали деньги, и зарабатывали, платили налоги в бюджет, они не меняли свой юридический адрес. Более того, они даже не поменяли своего собственника. У них собственником так и осталась холдинговая компания. Поэтому все налоги остаются в республике, никуда они не уходят. Скажите, вот немножко, если вернуться к пассажирским перевозкам, вот убыточные вот эти вот перевозки, куда будут переданы, куда они, куда мы их денем? Ну, куда мы их денем? Вот как раз это вопрос, наверное, сегодня мы с Министерством транспорта и должны определиться. То есть, если будет достаточной субсидии, то мы будем продолжать заниматься. Когда пассажирские перевозки находились в структуре холдинга, у нас все равно в какой-то степени было перекрестное субсидирование. То есть, мы определенные затраты брали на другие производственные предприятия, для того, чтобы обеспечить социальные вот эти перевозки. Когда сегодня будет бизнес, этот должен функционировать полностью самостоятельно. Других источников покрытия своих расходов, как собственные доходы, нет. Поэтому при недостаточности субсидий мы не можем позволить работать в убыток. Потому что работать в убыток, это значит не заплатить налоги, не выплатить заработную плату, не рассчитаться с каким-то контрагентом. Вы понимаете, что это цепочка, которая за собой потянет всех остальных. Поэтому, если мы будем видеть, что мы не сможем обеспечить нормальную доходность этого бизнеса, то, конечно, мы будем вынуждены остановить его, что не хотелось бы. Я понимаю, что для республики, для некоторых населенных пунктов в летний период это единственный маршрут сообщения, возможность добраться. Поэтому мы не принимаем, мы не ставим никому ультиматумы. Мы именно ведем переговоры и пытаемся все-таки прийти к какому-то компромиссу. Радий Вениаминович, я благодарю вас за обстоятельную и содержательную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что в гостях у нас был генеральный директор Якутского речного порта Радий Васильев. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова